Добрый день, дорогие друзья! Накануне праздника 9 мая предлагаю вам познакомиться с военным фильмом «Дорога на Берлин». Идея почтить память военных лет и снять военную драму принадлежит общественному деятелю Карену Шармазару. По словам Карена Георгиевича, эта идея появилась во время его работы над фильмом «Звезда» в 2002 году. Именно тогда произошло знакомство Шармазарова с творчеством русского писателя, участника Великой Отечественной войны Эммануэла Казакевича. Шармазаров предложил сценаристу Евгению Шову написать сценарий на повесть Казакевича «Двое в степи». Сценарий был написан, однако долгое время к нему никто не прикасался. Лишь к 70-летию Великой Победы этот проект воплотился в жизнь. Карен Георгиевич очень боялся и сомневался в выборе актеров и режиссеров. Ему хотелось снять человеческую драму в жанре классических советских фильмов. В итоге режиссером стал никому неизвестный Сергей Попов. Изначально планировалось, что это будет экранизация повести «Двое в степи». Однако создатели фильма немного отошли от сюжета повести, добавили своих эпизодов к новых героям. Поэтому и название было решено изменить. В сценарий были добавлены моменты из военных юникур Константина Симона. Некоторые эпизоды были сняты по воспоминаниям от Саши Назарова, Георгия Хасройевича. Он со всем молодым человеком попал на фронт и наивал на самых передовых позициях. В точности, как и герой Эммануила Казакевича, а Гарко. Его самая главная дорога, дорога на Берлин, началась летом 1942 года в Южно-Российских степях, в первом бою. Эта дорога вобрала в себя и первых боевых товарищей, и первую жестокость, и первые преступления, и первые победы и поражения. Эта дорога вобрала в себя и первый бой, и жестокий военный трибунал, и чудесное спасение, и первых боевых товарищей. Она прошла через множество невзгод, бед, тревог, поражений и побед. Это была дорога к победе. Прежде всего, это фильм о человеческих отношениях, о нелегких решениях, продиктованных тяжелым военным временем. Чтобы не отвлекать внимание от сюжета фильма, он не шел в тяжелых бокальных сценах, а в фильме задействованы молодые, никому неизвестные актеры. Карен Шахназаров никогда не бывал на съемочной площадке, однако незримо, советами и подсказками, пересматривая отцветный материал, помогал молодым ребятам создавать качественное военное кино. Что у них получилось, смотрите фильм. Я желаю вам приятного просмотра.